Еще вчера Андрей официально числился безработным. Маляр штукатур по профессии в активном поиске работы находился в течение четырех месяцев. Сегодня молодой человек с гордостью констатирует. Он работник Солигорского домостроительного комбината. Пошел на биржу туда устроился. Там посоветовали сходить на комиссию. Сказали, что найдут работу. И сразу же, как я зашел, мне предложили поработать в ДСК. Был набор специальностей. Были и по моей профессии, были и другие смежные с обучением на их же. Я все же выбрал, хотел попробовать что-то другое. И вот я работаю сейчас способным рабочим с переобучением на формовщика. Я очень благодарен тем, кто мне помог найти работу. Потому что в наше время это очень сложно. Теперь основная сложность у начинающего специалиста. Укладывая в форму готовые арматурные сети, выполнить работу качественно. Ведь от правильности сборки и крепления зависит, какая плита будет у вновь возведенного жилья. Коллектив здесь хороший. Никто не обижает, все подсказывают, помогают работать. И объясняют, что мне непонятно. Хорошо, что есть такие люди. И хотел бы сказать спасибо. Спасибо государству, что оно устроило все-таки всех нас. Задача сейчас зарабатывать, учиться и все же куда-то стремиться к чему-то лучшему, выше. Выбиться, так сказать, в люди и получать нормальные деньги. Всего в Сальгорском районе прошло более 30 заседаний комиссии. 95 обратившихся получили направление на трудоустройство. В том числе около 80 граждан были направлены в Сальгорский ДСК. В числе трудоустроенных и 30-летний Виталий Мороз. Профессию формовщика мужчина получил на курсах переобучения в Центре занятости населения в 2011 году. Тогда с трудоустройством не получилось. Теперь, после проведенной модернизации на производстве, технику и технологию формовки приходится осваивать заново. Не работаю года три. Сам пробовал устроиться, не получилось. Вот спасибо комиссии, устроили в ДСК. Сейчас буду зарабатывать, платить налоги. Каждый человек должен участвовать в расходах государства. Трудовой отпуск по статье у Виталия Лишанского растянулся на три года. Работодатель не решался обременять себя договорными обязательствами с человеком, у которого в трудовой пятно. Реализовать себя и найти работу помогла комиссия по трудоустройству, не занятых в экономике граждан. Теперь Виталий – резчик ДСК. Пытался и сам официально устроиться, но когда открывали, смотрели мою трудовую, что я с прошлого места устроил, был уволен по статье. Не хотели брать просто на работу. А на комиссию прошел, а там быстренько все решили и отправили на работу. Спасибо руководству города, Александру Брониславовичу, что помогли устроиться. Обещаю работать, как говорится, достойно, ответственно выполнять свою работу. Новые проекты из серии. Солигорский ДСК наращивает свои мощности в планах освоить дома с фактурным наружным слоем. Чтобы успеть реализовать заказы в срок, предприятие вышло на трехсменный график работы, потому дополнительные руки не лишние. За последнюю неделю мы приняли около 12 рабочих. Распределили их по разным рабочим местам. Где-то резчиками теплоэндиционных материалов, где-то обучение на формовщика. Мы обучаем разным операциям, от распалубки до формовки изделий. Закрепляем за опытными рабочими. Кто хочет заработать, мы даем людям выйти в субботу подвойной, где-то сверхурочные закрывать. Все зависит от них. Если они, как говорится, и работают хорошо, значит и получат КТУ. Сегодня на предприятии успешно работают две производственные линии для формовки изделий наружных стеновых панелей и перекрытий и линия кассетного производства для изготовления внутренних стеновых панелей и перегородок. Освоив производство панелей стандарта Евро, ДСК увеличил мощности. Новое оборудование позволяет производить материалы для строительства 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно.